Приветствую вас. Обычно, когда говорят о воспитании девушки, имеют в виду классическую женщину, которая является хранительницей Ашигага, которая является опорой и поддержкой для мужчины, которая воспитывает детей, ведет хозяйство, скромно, но несет себя с достоинством. Обычно, в воспитании девушки, это ее подготовка к будущей совместной жизни. Посыдь сделана подготовка к бытию супругой, бытию матери, бытию своему мужчине, единственной женщине. А воспитание девушки, именно девушки, то есть воспитание как женщины, мы сейчас не говорим про общечеловеческое воспитание. Так вот, воспитание женщины, это некоторые правила, ценности, ориентиры, задачи, которые призваны развивать в ней, в женщине, такие качества, как мягкость, чуткость, женственность, слабость. Пожалуй, слово «слабость» требуется пояснить и сказать, что слабость здесь употребляется в чисто женской интерпретации, и под ней, под слабостью следует понимать тот момент, когда женщина, являясь слабой, представляет интерес для своего мужчины. То есть, если женщина сильная, если она постоянно берет на себя ответственность за какие-то моменты, да, за какие-то вещи в отношениях, постоянно принимает она решение, то это не является проявлением слабости. И для женщины такое поведение, ну, скажем так, несколько неправильно. Неправильно. Неправильно почему? Потому что мужчина чувствует в такой женщине соперник. Мужчина чувствует в такой женщине оспаривание самому себе, а значит, с ней ему неприятно, с ней ему дискомфортно. И это, это мужчина напрягает. Следующий важный аспект, который нужно сказать, заключается в том, что женщина, она интуитивно понимает мужчину, то есть она мудра. Мудрость означает принятие всех ключевых недостатков мужчины, а именно упрямость, самолюбие, может быть иногда тщеславие, самовлюбленность, гордость, соревновательный элемент, то есть мужчина везде или в чем-то стремится быть первым, это свойственные все мужчины. И женщина, в силу того, что она более практична, эти недостатки мужчины принимает. Воспитанная девушка, именно в том ключе воспитания, о котором мы говорим, своему мужчину направляет. Она его толкает на все поступки, на те свершения, которые в итоге принесут пользу всем, то есть и девушке, и мужчине, но так, чтобы мужчина думал, что это его заслуга, что это его суть, результат работы. На самом деле, то, что я описал, я описал вам, воспитание, именно женское воспитанство, то есть взращивание в себе женских качеств, придерживание определенных женских моделей поведения и так далее, это является очень обобщенным. В действительности, у каждой женщины есть свое женское воспитание. Просто вопрос в том, насколько оно, это воспитание, соответствует нормам общества, которые определяют, имеется это воспитание или нет. И очень часто воспитание, которое считает нормальным общество, входит в противоречие с тем воспитанием, которое есть у девушки. И тогда возникает конфликт. Потому что человек, противопоставляя себя обществу, начинает сомневаться в себе. Человек, противопоставляя себя обществу, начинает думать, что он неправ. Человек, противопоставляя себя обществу, начинает думать, что именно оно, обществу, является правым. А человек, в силу того, что он один, нет. Так вот, данное точковерение является ошибочной. И если она у вас есть, если она у вас имеется, очень хорошо у вас обратиться ко мне или к любому другому эксперту с тем, чтобы разобрать это противоречие, с тем, чтобы его проработать и снять. Тогда вам будет проще, тогда вам будет удобнее, тогда вам будет комфортнее, и вы будете чувствовать себя более свободной. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаю всего лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.